Ну, такой типичный британский юмор. Это не сработало. И следующий вопрос, это то, на что, видимо, в Баку не рассчитали. Это появление Рубена Варданяна в последний момент. Мы не знаем, я повторяю, мы не знаем, какие военные качества у Рубена Варданяна. Может быть, он гениальным окажется еще и предводителем. Но никто же не мог сомневаться, что в пиаре и в международных отношениях он разбирается лучше всех вокруг. И при этом он проявляет жесткость и, видимо, придает жесткость местной карабахской элите. И он превратился в фактор и азербайджанской уже политики. И судя по тому, какое раздражение он вызывает, это серьезный и очень неприятный фактор. В России строятся разные догадки. Но почему-то догадки очень беспомощные. Ну, скажите на милость, что мог бы Путин поручить Варданяну? Для чего отправлять Варданяна в Карабах? Чего не может сделать, ну, скажем, тот же самый командир миротворцев? А в то же время Варданян, наверное, самый удачливый, признаем это, из всех олигархов российских, который, как он здорово вышел из состава российских олигархов. Вот, скажем, те, у кого там израильское или португальское гражданство могут только завидовать. А он армянский политический деятель. С армянским паспортом российского у него больше нет. И его рейтинг продолжает расти. Так что пожелаем ему только удачи здесь. Хорошо. Честно говоря, понимаю, что нельзя бежать впереди лошадей, нельзя говорить что-то, чего не говорят власти Арцаха. Однако, впервые за последние 4 года жители Арцаха массово пишут мне, очень уважительно, очень доверительно, буквально вот в день до 100 сообщений от жителей сел и городов Арцаха. В связи с этим многие задают один и тот же вопрос. Что делать и что будет дальше? Вот это видео может кому-то показаться странным, кому-то может показаться, что я что-то преувеличиваю. Но нужно к этому видео прислушаться и получить вместе с этим видео ответ на главный вопрос. Что будет дальше? Значит, на данный момент главный вопрос, который задают Арцахцы. Когда откроется дорога? Откроется ли она вообще? И что нужно ждать от этой ситуации, которая только обостряется? Дорогие друзья, как вы знаете, в первые же дни Рубен Вартанян получил список требований от Азербайджана. И до сих пор, то есть почти уже 35 дней, до сих пор Рубен Вартанян не публикует список требований Азербайджана. На это нужно обратить пристальное внимание. То есть Рубен Вартанян не считает людей в Арцахе людьми и считает, что люди могут страдать, сидеть без лекарств или не могут выехать по делам, которые для них являются стратегически важными, как мама, чей ребенок, например, болеет раком печени. Рубен Вартанян считает ничтожествами людей в Арцахе и не опубликует список требований. Это очень-очень важно, на это обратить внимание. Почему арцахская власть не публикует те бумаги, которые она получила от Азербайджана в виде требований и условий, которые позволят открыть эту дорогу? Почему он не публикует? Не только потому, что он считает людей ничтожествами и просто каким-то хламом, а в том числе потому, что он отлично знает, что главным требованием Азербайджана в данной ситуации является то, что Рубен Вартанян должен покинуть Арцах. Вот нужно четко понимать, что не может из-за одного человека, как вы говорите, 120 тысяч людей, ну хорошо, 120 тысяч людей. Разве может 120 тысяч людей страдать из-за одного подонка? А то, что Рубен Вартанян подонок, я думаю, что это ни у кого не вызывает сомнений, кроме маленькой группы жопалезов и люзоблюдов, которые его хвалят в социальных сетях. Рубен Вартанян, который ничего не сделал для Арцаха, уже сейчас призывает чуть ли не к свержению армянской власти. Свои намеки и подъебки, которые он использует в телеграм-канале, это попытка свергнуть власть в Армении. Человек абсолютно равнодушен к ситуации, которая развивается в селах, то есть мы не раз уже опубликовали, что творится в селах, сколько людей страдает. В селе Дагарав семья Степанян не может добиться двух кубометров дров. Мама нашего солдата осталась без сахара. Сотни жалоб, прямо сейчас идут жалобы от строителей из Армении, из села Заритап в Айоззора. 20 человек остались без еды и не знают, как им дальше вообще питаться и чем кормиться. Ни одна жалоба, ни одна жалоба, которая поступает к Рубену Вартаняну, не решается этот вопрос. То есть человек занят провокациями, политикой и человек играет на руку только России. Субтитры создавал DimaTorzok